Дорожный патруль не дремлетний спит, он на постудливой ночи стоит. Правила он соблюдать помогает и от беды нас всех защищает. Юные инспектора из городских районных школ и Центра творчества имени Дмитрия Шервашидзе собрались, чтобы состязаться в ежегодном конкурсе «Безопасное колесо». Организаторы, управление образования и сотрудники отдела ГИБДД по Лобинскому району. Главная цель проведения этих конкурсов – научить детей элементарным, самым основным правилам дорожного движения, чтобы дети уже с детства знали, как себя вести на дороге. Чем больше детей будет вовлечено в движение юных инспекторов движения, то есть это младшие помощники, сотрудников ГИБДД, тем, я думаю, будет целым безопаснее у нас на дороге. Главное не только научить этих детей, но чтобы они стали проводниками безопасного поведения среди своих сверстников, своих одноклассников, друзей, чтобы они являлись наглядным примером, как правильно себя вести на улицах. Данный конкурс у нас подготовлен не без помощи неравнодушных людей нашего города. Это Всероссийское общество автомобилистов, председатель Дербаба Тамара Алексеевна, который также принимает участие в организации этого конкурса, индивидуальный предприниматель Новоселов Александр Анатольевич, а также Кубань-Дорбезопасность фонд краевой, который тоже принимает участие в организации этого конкурса. На пяти станциях проверяли знания правил дорожного движения и способов оказания первой медицинской помощи, навыки вождения велосипеда по восьмерке с лалом и преодоления препятствий, таких как качели и желоб. 12 команд, 48 участников. Каждый из них старался не только проявить свое мастерство, но и пополнить инспекторскую копилку новыми знаниями. Например, юный инспектор Богданов Богдан рассказал, как велосипедисты должны переходить дорогу. Возле пешеходного перехода надо остановиться, слезть с велика и посмотреть направо-налево, перевезти рядом с собой велик и дальше поехать. Так как мы живем в городе и большой поток машин, перед тем, как перейти дорогу, надо сначала посмотреть налево, потом направо. И когда-то убедился уже, что нет машин, можно переходить. На светофоре можно переходить только тогда, когда горит зеленый. Правила дорожного движения нужно знать для того, чтобы не случилось беды на улице. Потому что если никто не будет соблюдать правила движения, не будет все ходить, как хотят, если какая-нибудь машина не будет нарушать скоростной режим, а человек заходит перейти дорогу, то она его собьет насперед. И если все будут ездить, как попало, то аварий много будет. Все ребята хорошо подготовились, но победу одержала команда юных инспекторов Центра творчества имени Шервашидзе. Попал осень пешеходов, а дальше всех водителей. Будем внимательны, вежливы и бдители.